Аллилуйя! Давайте Богу воздадим всю славу. Давайте будем благословлять, провозглашая, любудьте в мире. Вы миссионер, который спасёт весь мир. Вы унаследуете эту землю. Благодарю за благодатное прославление. Сегодняшняя тема — вера человека, ухватившегося за заключение. По-настоящему в это время вот все мы, которые находимся на этом месте, держат за заключение, восстановив веру, желая, чтобы мы стали благовестниками, которые будут одерживать победу на местах действия. Благодаря вас. Пока мы живём с вами на этой земле, мы сталкиваемся с различными проблемами, затем могут быть различные трудности. Но вот если посмотреть на жизнь, когда они сталкиваются с трудностью, люди задаются вопросом. Если Бог живой, почему постоянно такие проблемы появляются? Ну, Бог, Он же живой. Почему такие трудности? Почему такие проблемы постоянно появляются? А есть некоторые люди, которые так говорят. Нет, ну вот если Бог любит меня, тогда почему Бог даёт мне такие трудности? Ну, вот как вы считаете? Не нашли это вопрос так же? А люди, у которых есть всё-таки чуть-чуть веры, они так говорят. Вот сколько ещё терпеть вот эти проблемы? Потому что очень тяжело, трудно. Потому что вот пытаясь решать проблемы, вот они... Ну вот у них есть такой вопрос. До какого момента ещё ждать? Сколько ещё будут приходить эти трудности? Вот был один отец, у которого у него было своё предприятие. И когда он отдавал своему сыну своё предприятие, тогда, конечно, есть люди, которые просто отдают, вот так вот, ну, передают как бы семейное дело. И вот этот отец, он специально для того, чтобы отдать своему сыну дело семейное, он отправил его в другое место, чтобы он немножко прошёл через трудности, чтобы он научился мир. И вот, чтобы дети, они тоже могли справиться с этим миром, для того, чтобы они могли знать, что такое мир. Вот, он специально отправил сына на ещё более трудное место действия. И, конечно же, на том месте действия тоже были трудности. Но со стороны отца это было обучение. Вот если посмотреть на Иоанна 14, 12, тогда Господь Иисус, Он так говорит. Значит, Он так говорит, что истинно говорил, верующий в Меня, дело, которое я творю, и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. То есть, Господь Иисус говорит, что то, что Он сделал, мы будем делать ещё больше. И вот это совершилось через Божие действия Духа Святого, которое произошло в последнее время. Но Бог Он не просто так в это время позволяет нам творить больше, чем Он. Другими с вами в трудности Бог допускает для меня важное обучение. Вот израильский народ, они получили освобождение от рабства, в котором они жили 400 лет. И потом они проходят по пустыне. Это было тоже важное время. Значит, неужели Бог Он вывел израильский народ из Египта и сделал так, чтобы они вошли в пустыню, и там специально, чтобы они там находились трудности? Вот почему Бог Он сделал так, что израильский народ проходит через пустыню? И вот вообще пустыня, пустыня-то было ну непростое место. Было время, когда не было воды, когда не было еды. И вот как мы прочитали в сегодняшнем месте в Писании, что в пустыне Бог Он испытывал веру, правил. Но почему Бог Он вообще сделал так, что израильский народ прошел через пустыню. Там есть трудности. На самом-то деле это не случайная вещь. Обязательно Бог, Он для того, чтобы вести израильский народ, Он ввел их через облако. Облако облачное днем и огненное ночью. И вот пока израильский народ шел по пустыне, у них постоянно были какие-то трудности и проблемы. И израильский народ, проходя через эти трудности, израильский народ, они нашли важное. И что нашли неважное? Это сегодняшнее место из Писания. Вот мы тоже сами, пока мы живем на этой земле, это то же самое, как будто мы, как израильский народ идем по пустыне. То есть сейчас на местах действия мы тоже сталкиваемся с различными трудностями. Но почему Бог, Он допустил мне испытывать какие-то трудности или проблемы? Вот сегодня Бог, Он дает израильскому народу ответ и заключение. И я благословляю Сильнюю Господу, чтобы сегодняшнее слово стало для вас заключением и ответом. Итак, Второзаконие, восьмая глава, шестнадцатый стих. Давайте вместе прочитаем. «Питал тебя в пустыне манную, которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, дабы впоследствии сделать тебе добро». Вот здесь ответ и заключение. Причина, почему Бог провел через пустыню, не для того, чтобы они страдали там и намучились, а для того, чтобы сделать тебе добро, то есть в итоге, чтобы дать тебе благословение. Давайте скажем вслух. «Сделать добро, сделать мне добро». Давайте так скажем. Вот это заключение, за которое нам надо держаться. Вот израильский народ, пока они шли в пустыне, заключение и ответ, чтобы дать тебе добро, дать тебе благословение. вот вот если мы ведем же сферу, то есть три вида людей. Первое, есть люди, которые не знают заключения и ведут же сферу. Значит, вот они хоть и получили спасение, но они каждый день живут в конфликтах. Почему? Потому что они не знают заключения. но есть еще другие люди, вот они знают заключение, они ведут же сферу. Да, конечно же, они лучше ведут же сферу, чем люди, которые не знают заключения. Люди, которые знают заключение, ведут же сферу. вот, вот, Бог тоже дал им ответ, чтобы они могли быть использованы для евангелизации двухсотрастей семи стран. но вот такие люди, они не испытывают Божьи благословения каждый день. То есть, Божье благословение находится где-то далеко от них. То есть, Бог, Он людям, но, точнее, третий, третий вид людей это те люди, которые были использованы для проповедования по всему миру. Это люди, которые и знали заключение и имели веру в это. То есть, люди, люди, которые имели веру относительно заключения, Бог дал им благословение, что они спасали 237 стран, они поднимали потомков и они исцеляли место действия. Поэтому есть две вещи, которые нам надо с вами разобрать сегодня. Первое. Что это за заключение, которое Бог дает израильскому народу? Что это за заключение, которое Бог дает мне? И держась за заключение это, какую веру мне необходимо восстановить? Вот это две вещи. Итак, во-первых, написано, дабы сделать тебе добро, то есть, дать тебе благословение. Что это за добро? Что это за благословение, которое Бог хочет дать? Это завоевание Ханана. Заключительное благословение это завоевание Ханана. Вот сейчас в мире у нас есть 237 стран, и Бог дает нам завет о спасении 237 стран. Вот это есть благословение завоевания Ханана. То есть, в наше время это евангелизация 237 стран. Значит, Бог не спас нас с вами, чтобы мы просто кушали и спали. То есть, у нас не должен быть такой уровень. Просто кушать и спать. В общем, это же все люди в этом мире, они просто кушают и они живут. Ну, конечно же, да, чтобы жить, надо кушать, но наша жизнь не должна быть на уровне кушать и жить. Вот израильский народ, вот израильский народ, вот они тоже были в рабстве, и вот они просто жили для того, чтобы кушать. Вот если посмотрите в исходе, то исход, израильский народ начинает роптать на Бога из-за еды. Почему? Потому что вот они до этого только жили, чтобы кушать и все. Вот давайте с вами посмотрим исход 16.3. Они говорят, о, если бы мы умрали от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта. Смотрите, то есть в израильский народ в Египте, вот они жили, чтобы кушать мясо и хлеб. Но почему Бог вывел израильский народ из Египта? Для завоевания Ханана. Почему Бог через Христа спас нас? Для того, чтобы через нас спасти 237 стран, совершить всемирную евангелизацию. Поэтому заключение Бог спас меня, чтобы спасти мир, чтобы спасти церковь, для того, чтобы спасти эту эпоху. Чтобы дать это благословение, Бог спас нас. Поэтому вам необходимо держаться за завет спасения 237 стран, за завет всемирной евангелизации. Вот сегодня пресвитер тоже молился за представителя молитвы, чтобы вся жизнь, весь бизнес нашей вежущей был связан с всемирной евангелизацией. Потому что если так будет, тогда и бизнес, и все, что мы делаем, это благословение будем. Бытие 1.28 Бог говорит, «Итак, владей, управляй, обладай всеми творениями на земле». То есть Бог дает благословение ради всемирной евангелизации. Бог призывает Авраама и говорит, что через тебя получат благословение все народы. То есть Бог дает Аврааму благословение всемирной евангелизации 237 стран. Один человек так сказал. Он говорит, «Пастор, ну вот вы слишком много мечтаете, вот вы слишком большая мечта. То есть ну как это 237 стран спустя, как это совершить всемирную евангелизацию? У нас в семье трудности, у меня в бизнесе проблемы. Почему постоянно говорить о всемирной евангелизации? Послушайте, это не я говорю о всемирной евангелизации. Библия говорит о том, что нам даны эти благословения. Вам даны эти благословения. Завет спасения 237 стран, всемирная евангелизация. На это глаза не открыты. Поэтому как тогда можно вести жизнь веры? Тогда жизнь веры ведется на основании меня, на основании моей семьи, на основании моей церкви. Ну конечно это неплохо, но действительно если мы хотим насладаться Божьим благословением, тогда необходимо открыть духовные глаза. А если не откроются духовные глаза, тогда живу только ради себя, ради моей семьи, ради детей, ради моей церкви. Послушайте, у нас не должен быть такой уровень. Почему Бог хочет благословить наших бизнесменов? Потому что надо спасать 237 стран мира. Почему Бог дает вам здоровье? Потому что надо спасать 237 стран. Почему Бог даст благословение нашим Ременом в учебе? Потому что надо спасать 237 стран. Вот это есть Божья воля. То есть Бог, вот это, у Него есть такой план относительно нас. А почему израильский народ, они жили 400 лет в Рабске? Почему Бог их вводит израильскими? Почему Бог их вводит из Египта? Ради евангелизации Ханана. Другими словами, чтобы дать великое благословение всемирной евангелизации, Бог, Он тоже нас спас. И для того, чтобы дать это благословение, есть то, что нам необходимо сделать. Постоянно входить в обучение. И в проблемах тоже Бог, Он нас обучает. Когда мы проходим через трудности для обучения, есть три вещи, которые необходимо понять. Первое. Необходимо испытать в трудностях. А как Бог несет ответственность за свой народ, которого Он призвал? То есть, вот когда мы проходим через, как бы, тоже пустыню, Бог, Он нас воспитывает. И метод воспитания — это трудности. Поэтому через трудности нам необходимо испытать, как Бог несет за меня ответственность. Как Бог несет ответственность за народ свой. Поэтому для того, чтобы мы это испытали, Бог, Он дает нам трудности. Это как обучение. Вот вы знаете хорошо, в Бытие 19 главе Бог, Он призывает Авраама и говорит, «Выйди из ура Халдейского, из дома отца твоего, из земли твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. Я благословлю тебя. А каждый, кто тебя благословит, я его благословлю. Кто будет тебя проклинать, я его буду проклинать». И в третьем стихе Бог говорит, «И благословица в тебе все племена земные». То есть Бог, Он уже имеет заключение относительно жизни Авраама. Его призывает. И если надо было только охватиться за это заключение и перед лицом проблем, трудностей, держаться за это завет. Но Авраама Он так не сделал. Почему? Потому что у него не было веры. К примеру, если бы у него была вера, тогда он так должен был подумать. «А Бог меня призвал с точки зрения благословения для всех племен». Поэтому как не стоит поступить перед лицом проблемы. Ага, необходимо сделать, необходимо бросить вызов веры, посмотреть, как Бог будет нести за меня ответственность, вот, имея вот такую, как бы, веру. Но Авраам, он не имеет такой веры, и он уходит в Египет, уходит от проблемы в Египет. И вот пока Мессон шел в Египет, произошло событие, произошло событие с его женой. То есть, Бог, он уже приготовил все благословения, заключение жизни Авраама и призвал Авраама. Поэтому Аврааму необходимо было перед лицом проблемы испытать, ага, а как Бог сейчас действует, а как Бог будет меня вести. Необходимо было вот так вот исповедовать и испытывать Божье действие. Но он упускает это. Послушайте, израильские народы так же само. Значит, они выходят из, то есть, Бог их выводит из рук фараона, из рабства, где они были 400 лет, через кровь, кровь Ангуса. И пока они идут по пустыне, первая трудность, это Чёрное море. Затем вода, отсутствие воды, отсутствие еды. Было много трудностей. Но если Бог действительно тот, который спасает через кровь Завета, через кровь Ангуса, тогда надо было иметь просто веру, что Бог, который нас спасает от Египта, спасёт нас и от Чёрного моря, к примеру. Но у израильского народа не было такой веры. Поэтому во время проблем они сразу начинали жаловаться, начинали Богу своё недовольство говорить. Поэтому я благословляю своими Господа, что вы восстановили веру в заключение ради всемирной евангелизации. Иисус Христос, все наши проклятия, все наши грехи, те проблемы у сатаны, которые мы сами решить не можем, проблемы отхода Бога, которые мы решить не можем, ради решения этой проблемы на кресте он пролил свою кровь. И он дал нам обещание, что мы получим жизнь. Иоанна 19.30 «Всё совершилось». Он так исповедовал. То есть положив жизнь свою, он говорит, «Всё совершилось». То есть я всё совершил. Поэтому мы с вами, которые получили спасение, перед лицом проблем, необходимо так себе сказать, это не проблема. То есть вы впали в проблему в своих мыслях, но это не проблема. То есть если есть трудность какая-то, то это возможность не испытать Божье действие. Но много верующих, у них нет такой веры. Поэтому проблема, вместо того, чтобы держаться за Божий завет, для того, чтобы испытать завет, они видят проблему, и проблема становится такой большой, и они не могут испытать Божье действие. но перед лицом проблемы, если мы бросим вызов благодаря вере, тогда получим ответ. А, оказывается, проблема, в этой проблеме Христос это мой Христос, и этот Христос, это мой Христос, это мое Евангелие. Послушайте, не пастор Евангелия, а мое Евангелие. Не Христос пастор, а мой Христос, а где мы это выявляем? Внутри проблемы, когда мы видим Божье действие, вот тогда появляется мой Христос, мое Евангелие. То есть, мы тогда неизбежно это сможем испытать. Вот этими благословениями надо наслаждаться. А если не получится это проверять, тогда что получится? Само собой, постоянно будет повторяться обман в моей жизни. Я буду обманываться постоянно. Вот как израильский народ обманывался своими ранами, своей сущностью. Вот 400 лет израильский народ жили в рабстве. У них уже сущность была рабская. Но из-за того, что они смогли увидеть Божье действие, тогда каждый раз, когда они сталкивались с проблемами, с обстоятельствами, они не смогли испытать мое Евангелие, моего мои раны выходили, моя сущность выходила. И вот это повторялось постоянно. То есть вот эта проблема постоянно повторялась. И каждый раз, когда сальский народ сталкивался с проблемой, вот есть особенность. Они начинали жаловаться, начинали поговорить недовольство, почему ты нас к этому привел, неужели ты хочешь, чтобы мы страдали. Потом не было кушать, жаловаться, не было что пить, постоянно недовольство Богу. Постоянно были такие недовольства. Послушайте, в итоге как произошло? Они даже начали на раба Божьего жаловаться. То есть если посмотреть на числа, то в книгу числа, что они уже дошли до того, что они начали заниматься идолопоконством. Послушайте, желаю, чтобы вы ухватили за заключение в Божьем Слове, чтобы вы восстановили веру, и чтобы сегодня все неверие разрушилось в вашей жизни. Я благословляю вас. Значит, когда в израильском народе, когда израильский народ в пустыне кусали змеи, тогда что Бог делает? Бог говорит Моисею создать медного змея и поднять его вверху. Поэтому любой, кто смотрел на змея, получал усиление и освобождение. Поэтому и сейчас желаю, чтобы во всех трудностях вы всегда смотрели на Иисуса Христа, и тогда все проблемы, все проклятия будут разрушаться. Вот это действие необходимо испытывать. Даже если вы долгое время вели рабскую жизнь веры, но Христом все проблемы, все проклятия закончены. И теперь во Христе находится Божья сила. То есть Бог Евангелем за раз решает все трудности, все проблемы. Поэтому из-за того, что вот это верующие не могут испытать на местах действия, тогда в Устоке постоянно они живут недовольствием, жалуются. Но вот этим они обмануются. Первое они обмануются собою, затем они обмануются миром и обмануются сатаной. Давайте скажем, Христос закончил все проблемы. Больше у меня нет никаких проблем. Вы верите в это? Послушайте, ваши трудности, проблемы, вот, вы испытаете через все это Божье действие. Поэтому Бог дает вам проблемы. А также почему Бог тренирует, воспитывает израильский народ через пустыню? для того, чтобы все проблемы стали свидетельством. И имея это свидетельство, чтобы мы могли выйти в мир на место действия. Поэтому Диане 1.8 сказано, но вы примите силу, когда сойдет на воздух, и будьте моими свидетелями до края земли. почему в проблемах Бог воспитывает меня? Для того, чтобы в проблемах я нашел свидетельство, и с этим свидетельством я стоял как свидетель, чтобы я мог выйти в этот мир со свидетельством. Вот, когда израильский народ, они входили в Ханан, вот, тогда Израиль, этот, народ в Ханане, они уже боялись Израиля, и они убежали. Почему? Потому что Израиль, он был свидетельством Божьего действия. Поэтому давайте посмотрим с вами Иисус Навин 5 глав, 1 стих. Когда все цари Амарийские, которые жили по ту сторону Ярдана к морю, и все цари Хананские, которые при море услышали, что Господь иссушил воды Ярдана при сыном Израиле, доколе переходили длины, то ослабило сердце, и не стало уже в них духа против сынов Израиля. Также 6 глава. Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твой Иерихон и царя его, и находящийся в нем людей сильных. То есть Бог дает вам проблемы для того, чтобы дать вам свидетельство. Поэтому проблема это причина для благодарности. Я желаю, что вы благодарили. Почему? Потому что в проблеме Бог дает мне свидетельство, чтобы я стал свидетелем и вышел в этот мир как свидетель. Вот люди, народ, который жил в Ханане, они уже слышали о всех тех событиях, которые происходили в жизни Израильска. Поэтому до того момента, пока Израиль не вошел в Ханан, они уже услышали это, они уже потеряли всю силу и они уже убежали. Послушайте, Бог в проблемах в итоге Он делает меня свидетелем, дает мне свидетельство, чтобы я был свидетелем перед сатаной и перед этим миром. Поэтому в трудности Бог дает мне свидетельство, которое я могу показать миру, которое я могу показать всем. Поэтому Римлянам 16.20 так сказано. что Бог сокрушит сатану под ногами вашими. То есть Бог для того, чтобы мы могли в этом мире стоять как свидетели, Бог дает нам трудности. То есть мы посмотрим Псалом 22.5 то сказано «Приготовил предо мной трапезу в виде врагов моих». То есть для того, чтобы мы перед врагами могли стоять как свидетели, чтобы мы могли одерживать победу. то есть Бог дает благословение победы. Поэтому ничего для нас не является проблемой. Давайте сами скажем «У меня никаких проблем нет». Послушайте, если сам Бог будет решать все трудности, тогда мы станем свидетелями перед этим миром, перед сатаной. И сам Бог сокрушит сатану под ногами нашими. Желаю, чтобы вы верили в это благословение. Но почему Бог делает так, что в проблемах мы... Почему Бог в проблемах нас тренирует? То есть Бог Он готовит наш сосуд веры, чтобы мы всегда воздавали славу Богу. Ну вот вы же знаете, мы тоже воспитываем детей своих, правильно? Давайте с вами посмотрим второзаконие 8, 12, 13. Бог дает нам трудности, чтобы мы не возгорделись. Когда будешь честно насыщаться и построишь хорошие домы и будешь жить в них, когда будет у тебя много крупно-мелкого скота, серебра, золота будет, 14 стих. То смотри, чтобы не надмилось, не возгордело сердце твое. Что это значит? Для того, чтобы мы не возгорделись сами. То есть Бог для того, чтобы готовить мой сосуд, принять благословение, Бог дает мне трудности. Послушайте, вот люди, которые получили много благословений, люди, которые сейчас находятся на высоком положении, им надо быть аккуратным. Почему? Последний важный момент разрушаются из-за гордости, из-за надмения. Поэтому Бог, чтобы мы не надмивались, Бог дает нам обучение через трудности. Послушайте, верующие церкви, хана, я желаю, чтобы до конца жизни вы получали Божье благословение. И я желаю, чтобы до конца жизни вы получали Божье использование. Тогда вам необходимо исповедовать, как Павлу. Первая все произошло благодаря Божьей благодати. Послушайте, у Бога есть очень важный сокрытый план, когда Он дает вам обучение через трудности. Для того, чтобы дать вам свидетельство, чтобы вы обрели свидетельство и пошли в мир как святители. Поэтому Бог дает трудности, чтобы мы могли подготовить свой сосуд и получать благословение. Поэтому вы люди, которые имеете заключение ради всемирной евангелизации. Поэтому я бы вас сказал, чтобы вы открыли глаза на все трудности, которые вокруг вас. И во-вторых, теперь, держась за это заключение, есть то, на чем нам постоянно сосредотачиваться. Есть то, что нам необходимо испытать, имея заключение. Что это? Это восстановление веры. Восстановление веры, другими с вами, это десять подготовок. Девять подготовок. Вот всегда сейчас в послании у нас выходит слово девять подготовок, девять установок. То есть вот в этих девяти установках подготовка находится вся суть Евангелия. Вот вы можете, ну у нас нет корейской брошюры, но корейская брошюра там есть. Вот если посмотреть, есть девять установок, девять подготовок, три, три, три. то есть если вы, держа за это обещание, сможете сосредоточиться, тогда обязательно, где бы вы ни были, вы одержите победу. Если сосредоточиться на божьих девяти подготовках, тогда где бы вы ни были, вы одержите победу. И в любых обстоятельствах вы не получите влияние, но вы будете давать влияние. а если не смогу наслаждаться этой тайной и не будет силы, тогда в жизни веры постоянно у меня конфликты. Если не могу наслаждаться этой тайной и не будет силы, тогда хоть и веру, но постоянно у меня из меня выходят недовольства, недовольство, какое-то неверие, поэтому я не могу поменять течение. Посмотрите на семь ремнантов. Семь ремнантов восстановили вот эти девять подготовок к веру и поменяли эпоху, в которой они жили. Даниил влиял на четырех царей. На своем месте действия менял течение. Через эти девять установок подготовок мы можем восстановить веру, получить Божье Богосение. Посмотрите на раннюю церковь. Какие у них были трудности. Но они никаких отговоров не говорили. Почему? У них было подготовлено вот эти девять установок, девять подготовок. То есть хоть они были, хоть они жертвовали с риском для жизни, но у них не было причин оставить этот путь. То есть Бог так же само. Он делает, Бог Он создает антиохийскую церковь. Бог допускает гонения. Значит, ранняя церковь получает гонения. В результате верующие рассеиваются по местным действиям и образовывается антиохийская церковь. Поэтому для ранней церкви никаких проблем вообще не было, даже во время гонений. Итак, девять подготовок. Что это за девять подготовок? Необходимо получить силу, которая сверху. Время с вами необходимо Божьими вещами поменять самого себя. Необходимо Божьими вещами скорректировать себя. И вот это благословение, которое приходит с неба. Что это за благословение? Это престол, действие превосходящее пространство время и свет, который светит на 237 стран мира. Послушайте, престол, действие превосходящее пространство время, свет 237 стран. Значит, это Христос, который на престоле, Царство Небесное, которое сходит на 237 стран и действие Духа Святого, которое превосходит в пространство и время. Христос стал совместным Духом Святым. То есть вот эти благословения, которые приходят сверху, которые можно спасти вести 37 стран, это и с Евангелия. О Евангелии идёт речь. Вот этим необходимо наслаждаться церковью. И именно вот эти вещи являются настоящими благословениями для церкви. Поэтому нам необходимо восстановить Евангелие, восстановить благословение престола, действия, которые превосходит пространство и время, и света, которые исходят на действие 37 стран мира. То есть Христос и сейчас престола Божьего управляет всей нашей жизнью. Значит, Он управляет нашей жизнью с вами. Поэтому Он также даёт нам силу для... Он обеспечивает силу для жизни. То есть Христос, который сейчас на престоле, действует. И Он управляет сейчас и творениями, и церковью. И Христос, который сейчас сидит на престоле, Он и сейчас совершает всемирную евангелизацию. Марка 16 глава, 19 по 20 стихи. То есть сейчас контрольный пункт всемирной евангелизации это престол Божий. Поэтому благословение спасенных это благословение престола Божьего. Послушайте, вот этим благословением всегда необходимо наслаждаться. Потому что оно уже пришло к нам, Бог дал нам. Это и с Евангелия. И держа за это благословение престола Божьего, какой ответ придёт? Придёт действие с престола Божьего, которое превосходит пространство и времени. И на место действия сойдёт свет Божий. То есть будет действовать свет, который будет спасать 237 стран мира. Вот это благословение нельзя забывать. И вот этим благословением необходимо всю жизнь наслаждаться. Это благословение престола. Поэтому все люди, которые наслаждались этими благословениями в Библии, они все наслаждались этими благословениями небесными. И наоборот, влияли на этот мир. Поэтому вам необходимо помнить, что вот это благословение уже на вас сошло. Давайте скажем, благословение престола Божьего всегда, всегда есть у меня. Вот не забывайте об этом. Если вы посмотрите в Откровение, тогда очень много говорится о престоле, об ангелах. У тебя тоже чуть-чуть читал Откровение до послания. Постоянно в Откровении говорится о престоле, об ангелах. Ангелы не сходят, восходят. То есть не просто так об этом сказано. Это не фантазия. Это сейчас происходит. То есть вам необходимо помнить, что благословение престола сошло уже на вас. У вас уже есть. Колоссянам 3 глава, 3 стих. Значит, Павел, он говорит церкви в колоссах. В колоссах. Колоссянам 1.3. Ищите горнего, то есть ищите небесного, где Христос сидит одесной Бога. То есть он говорит им о Христе, который сидит на престоле Божьем. Поэтому Павел говорит им ищите горнего, то есть ищите небесного, а не о земном помышляйте. А вот люди верующие, они смотрят на мир мирскими стандартами, по-мирски воспитывают детей. Поэтому то это ну какой итог получится. Бог дал нам благословение небесное, престолное, благословение престола, а мы думаем о земном. Поэтому Павел говорит не думайте о земном, думайте о горном. То есть все благословения, которые Бог даёт нам, это все благословения приходят из престола Божьего. Поэтому не забывайте, что у вас всегда есть благословение престола. А если я этим не смогу наслаждаться, тогда живу и говорю так же самое, как и неверующий. Само собой так будет. Но если буду этим наслаждаться, тогда хоть и много появляется проблем на местах действия, эти проблемы для меня не видятся как проблемы. Я их не вижу как проблемы. если смогу наслаждаться благословением престола, действием превосходящего пространства в своё время, светом для 237 стран, тогда откроются мои духовные глаза. И тогда я вижу, что правда, то есть суть, а что неправда, то есть оболочка. Поэтому все верующие в нашей церкви хана желаю и благословляю, чтобы вы могли наслаждаться этим благословением Евангелия престола Божьего и организация в 237 стран в мир. И второе, где необходимо вот эти благословения наслаждаться? Внутри себя. То есть вот мы молимся для того, чтобы эти благословения они сошли на меня. Но где эти благословения совершаются? Внутри меня. Вот это называется спасение. Поэтому в Бытие 1.27 написано Бог сотворил нас по образу Божьему. То есть благословение престола Божьего только в свое пространство время внутри меня находится. Поэтому кажется, что я похож на других людей, но я сотворил по образу Божьему. Поэтому мы живем по богослужению. Мы живем преподнося богослужение. И каждый день мы оживляем нашу душу через богослужение. Почему? Потому что уже эти благословения престола Божьего внутри меня находятся. Это называется спасение. Поэтому Бытие 2.7 сказано «И вдохнул человека дыхание жизни и стал человек душой живой». То есть вот этот Дух Божий уже находится внутри меня. Поэтому если вы посмотрите Иоанна Иоанна 20 глава 22 стих Иисус говорит Дуну и говорит «примите Духа Святого». То же самое. Диане 1.8 «Но примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И Павел понял это. Поэтому он так же самое говорит в 1 Корифм 12.13 Он говорит что мы одним Духом крестились. Мы напоены одним Духом. То есть мы все получили Духа Святого и этот Дух Святого находится внутри нас. И когда мы наслаждаемся богослужением тогда моя душа оживает. Вот если наслаждаться этим благословением тогда спасай этот мир. Мы не будем жаловаться или еще что-то. Вот вы же знаете события Авраама и Вота Бытие 13 глава. Лот выбирает хорошую землю. А у Авраама не было конфликта что Лот взял лучшую землю для себя чем он. Потому что у него все благословения уже были внутри. И вот еще есть такой герой Библии как Авдий. Авдий он защищал 100 пророков во время злого царя Ахава который хотел убить их. Как это он мог так под страхом смерти вот так делать? А потому что вот эти благословения Божьи они были внутри него. вот вот если вы посмотрите 4 царь 2 глава с 9 по 11 стихи вы увидите вы увидите Елисея Елисея он до конца следует за Ильей и говорит дай мне духа который вдвойне на тебе почему потому что Елисея он понимал что сейчас в стране кризис это это для того чтобы победить кризис ему нужно было не что-то иное отдай мне духа вдвойне который был на Илье то есть вот действие вот дух святой который действовал тогда на Илье и на Елисея он и сейчас действует в нашей жизни послушайте тот же самый дух святой он действовал во время пятидесятницы Диания 2 глава с 1 по 4 стих вот когда дух святой он наполнил всех верующих ранее церкви послушайте мы которые сотворим по образу Божьему вот внутри нас есть благословение духовное состояние духовное состояние это престол Божий почему потому что внутри меня образ Божий поэтому внутри меня престол Божий и тогда какой появляется ответ приходит ответ который даже нельзя сравнить с Эдемским садом Эдемским садом почему же внутри меня совершается Божье благословение и даже нельзя сравнивать это с благословением Эдемского сада Эдемского осада Об этом говорится Бытие 2 глава 1 по 18 стихе И еще Так упорядочим Первое, благословение престола Божьего Второе, внутри меня оно совершается За это есть спасение И тогда третье Теперь необходимо это благословение передать на местах действия То есть Вот будут проявляться Божьи действия На месте действия моем То есть Когда будут проявляться Божьи действия на местах действия Это будет ответ, которого не было раньше И не будет после Это будет ответ проявляться в моей жизни В жизни церкви В жизни моей профессии То есть на моих местах действия проявляется благословение престола Божьего Поэтому Послушайте Необходимо тоже Правильно проявлять жертву Среди церкви Жертва сради церкви Это когда я получаю ответ, которого не было раньше И не будет потом Вот сегодня у нас будут проходить собрания Сестринское и братское прославление Среди проповедников Значит Вот Это такое место Вот это собрание Где будут собираться люди Которые обязательно будут получать больше благословения Поэтому Поэтому сейчас не будем поменять свои мысли Вот Все кто собирается Они говорят Вот тяжело выбирать кандидатов Поэтому Послушайте Когда Мы будем наслаждаться обоцении престола Божьего Внутри меня Тогда на местах действия будут проявляться Божьи действия И тогда И тогда будет Проявляться Божьи действия И Будет очень легко делиться этим На местах действия Обязательно Бог даст То Чем я могу пожертвовать ради церкви Послушайте Сейчас Нам необходимо Много что подготовить в церкви И Систему Вот Звуковую систему Видеосистему Сейчас нам все поменять И вот Я очень рад Что сейчас Вот есть люди Которые дают пожертвования Ради того Чтобы мы могли Готовиться сейчас Послушайте Но Давать Благословения Жертвы церкви Это не так важно Самое важное Это пред Богом Когда я Наедине Наслаждаться Божьими благословениями И тогда Испытывать От действия Ответы Которых не было и не будет И этим Спасать места действия Семьи И бизнеса Но из-за того Что мы не можем Наслаждаться Вот этими девятью Подготовками Установками То Вот Люди начинают Говорить Всякие Человеческие слова Еще раз я скажу Девять благословений Престол Действия Которые превосходят Пространство Время И Свет Для двухсотрасти Семи стран Затем Это Образ Божий Затем Это Дух Божий И благословение Которого не было И не будет И затем Это благословение Ответа Которого не было раньше И не будет Потом На местах действия В моей жизни На местах действия В жизни В моей профессии Поэтому Когда Вот это Не могут Наслаждаться Вот этим То люди Они Они не могут Жить Жизнь Ученика И наоборот Исполняют На службе У сатаны На службе У людей Желают Чтобы вы Стали Учениками И когда Церковь Не может Наслаждаться Вот этим Болосовением Тогда Церковь Потихонечку Начинает Разрушаться Если мы Имеем Заключение Тогда нам Необходимо Восстановить Веру Вот эти Девять Подготовок Девять Установок Я подытожу Сегодняшнее слово Имея благословение Престова Божьего Бог Он Бог Он Меняет Мое духовное состояние И Необходимо Чтобы Я мог Подготовиться Суд Чтобы Божье действие Превосходило А также Тогда Произойдет Действие Которое Даже нельзя Сравнить С адемским садом И тогда Я И моя душа Будем смотреть На престол Божий И тогда Бог с престола Будет давать Благословение Мою душу То есть Бог Будет менять Мое духовное состояние И если мы сможем Подготовиться Суд Чтобы испытывать Такое благословение Тогда Всегда Я И моя душа Будут смотреть По отношению К Богу Тогда Что произойдет Вот Вот Сегодня Наши хор Они прославляли И там были Там были Такие слова Что Мой взор Мой взгляд Должен быть Обращен На Бога На Божье действие На Царство Божье И Дух Мой Вся жизнь Моя Должны смотреть На Господа Который сейчас На престоле Божьем И тогда Произойдет Действие Произойдет Действие Которое Приводствует Пространство Время Действие С престола Божьего Поэтому Желаю Чтобы это Время Богослужения Было таким Когда ваша Душа Смотрит На Престол Божий Когда Вся Жизнь Ваша Смотрит На престол Божий Тогда Бог Начнет Совершать Всемирную Евангелизацию И я благословляю Что вы стали Свидетелями этого Бог Отец Ты дал нам Благословение Всемирной Евангелизации И помоги нам Быть людьми Которые Имеют это Заключение Помоги нам Восстановить Веру Как ты сегодня Говорил Слово Также помоги Чтобы вот эти Девять Подготовить Девять установок Они применились В нашей жизни Чтоб мы жили Как ученики Чтобы спасали Церковь Спасали места действия Спасали многих людей Стали Драгоценными Благовестниками Через которых Ты действуешь И особенно Помоги Чтобы я Был Чтобы я смотрел Чтобы моя душа Смотрела На На Престол Божий Чтобы совершалась Всемирная Евангелизация Чтобы мы И чтобы весь народ Божий Стали героями Всемирной Евангелизации Молимся во имя Живого Господа Иисуса Христа С благотворенностью Аминь